Сустреча с коллективом Акционерного товариства «Червоны Мазыранин» и уручение ключов от индивидуальных жилых домов. Старшиня Гомельского облаканка Магина Целовей сегодня наведал на Равлянский район. Подробязности поездки у наших корреспондентов. Акционерное товариство «Червоны Мазыранин» по примерах не вельми великое, але добровядомое на рынку продуктов харчевания. Сегодня до 30% выработанной продукции поставляется у такие краины, как Россия, Украина, США, Грузия, Азербайджан. Все лето до этого списка долучился Казахстан, який, каже, обжадание нарушить поставки. Разом с тем, на предприемстве не утойвают. Працовать у сучасных умовах при вельми жесткой конкуренции совсем непросто. Тем больше, что шмат, який вытворцы вырабляют продукцию з ненатуральных, а тому больше танных компонентов. У принципе, на «Червонном Мазыранине» могли бы так само пойти по этому шляху, але принципово отмовились от такого варианта. Мы стараемся тоже что-то разрабатывать, чтобы пониже была цена, но нам с этим очень сложно, потому что у нас продукция натуральная, все сырье натуральное. Естественно, сырье стоит немалых денег натуральное. Поэтому наш потребитель, он все равно есть, который нацелен на качество, на натуральность. Мы нацелены на него тоже, работаем для него. Па часу встречи с коллективом «Червонного Мазыранина» старшиня Абалаканкама, нагадывая об словах, які президент Беларуси сказал напереды дни при наведывании Гомеля. Держава будет и далей поддерживать территории, які потерпели у вынеку шарнобыльской катастрофы. Пришим, размова идет об усебаковом развитии. Непосредственно в Наравлянском районе это развитие живелого доли в агропромысловом комплексе. Повышение доступности медицинских послуг и далейшее наведение – парадку на земли. Видели, что сколько надо землей заниматься, братство. И вчера президент нас акцентировал на мелиорацию, поэтому надо где вам посмотреть. И мы тогда денежные средства туда направим, для того, чтобы помочь навести парадок еще дальше. На земля любит уход. Ещё одна кропка у рабочей поездцы старшини Абалаканкама – вёска заводь. Тут у Геннадия Соловья приемная миссия – урушение ключов от двух индивидуальных жилых домов. И они побудованные засродки, накерованные с республиканского бюджета для передольывания наступству катастрофы на Чернобыльской АЭС. А гульный кош домов – амаль 340 тысяч рублей. Теперь тут будут жить молодые специалисты Саугаса комбината «Зара», Наталья Столба и Иван Захаров. Жилье комфортное на все 100%. Очень уютное, красиво всё. Ну, я доволен. Знаете, для нас самое главное то, что раздражается жизнь в село. И без средств жилья это невозможно, чтобы мы могли привлекать молодых специалистов. Вот сегодня, выручая ключи, мы видим, какая сегодня искорка в глазах блестит наших молодых специалистов, которые буквально придя со школьной камьи студенческой получают новые ключи. И есть возможность сегодня себя спокойно чувствовать и работать.